Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Наконец-таки она выползла, ушла в запой, но вернулась. Знаете, она, похоже, ещё не очухалась, серьёзно, потому что вот косметикой-то она морду свою зарисовала, да, замазала, но опухшая до ужаса, но надо было ей выползти, выползти, чтобы нарисоваться и якобы доложить своим зрителям, что всё в порядке, всё нормально, и я не пью и в подушку не лежу, да. Ну что, Юлька заявила, что пришла она, пришла, ну, типа, это с работы она пришла и решила пожарить, как лето, да, потому что сейчас каждый сам себе готовит, да. И потом она ещё заявила, что каждый сам за собой будет посуду мыть. Интересно, а почему раньше такого не было? Почему каждый за собой не мыл посуду? Почему это должна Лариска была мыть посуду всё время? Получается, драила посуду хорошо, нехорошо, удачно, неудачно. Ну, это со слов Юльки. Мне-то, знаете, неприятны они обе, что одна, что вторая, как я говорю, обоирь обои. Но мы же по сценарию старостенок, да, рассуждаем. И чё это должна за Юлькой драить посуду Лариска? А что она, королевишна такая, что ли? И все прислушивать ей должны, а она только мразями всех обзывать, да, мразотами, мерзкими, как она любит. Мерзкая, мерзкая, все, все мерзкие у неё. Надо было самой посуду мыть, самой порядки наводить, окна мыть, да, всё делать самой и готовить самой. Только вот руки не из того места выросли, и готовить они не умеют. Вот рюмаху поднимать, это так, намахивать, да. Ну, и больше ни на что она не способна. Да и, собственно, вторая такая же. Они как наготовят чепухи всякой. Вернее, не чепухи, скажем, хорючего, а то какое-то слово не то вставила. Что смотришь и думаешь, ну вот как это можно есть? Ну что, и Юлька спросила, как лету будешь? И типа Лорка ответила, что нет, не будет. Столько дел она планировала сделать. Надо было ей там по делам сходить. Но так и не сходила. И, значит, вот этот порошок, подождите, или гель для стирки, для цветного она тоже не купила. Всё никак не купит. Так когда же было покупать? Как ушла в запой, вот только вернулась. И не просыхаючи, да, проснулась, намахнула и опять спать. Ну или просто никак не могла выспаться. После грандиозной такой крепенькой бутылочки в одно рыло. Ну а что? Дальше ещё заявила, что телевизор работает, да. Типа Лорка телевизор включила, а сама в ванной чё-то там ковыряется. Это, знаете, вот пытается с таким стёбом, да, опять собрать негативных комментариев ей захотелось. Ну, собственно, когда не собирали хорошие комментарии. Хотя, вы знаете, в отличие от Аньки и Настьки, им написывают, ну или сами себе написывают. Уже, знаете, будут помудрее, чем Анька с Настикой. И со своих леваков строчат хвалебные оды. Хотя я вообще понятия не имею, что там хвалить. И что там можно расхваливать и неописанной красотой делать. Как ещё прочитаешь, что какая ты, Юлька, красавица! Ну, прям да, может быть, она и была бы красавица. Да, но жир точно некрасивый, да. И то, что она творит с собой, это вообще ужасно. Это, я считаю, обжорство, да. Ну, что лепила она эти коклеты, показала фарш. Фарш-любительница, она тыкать в камеру еду, да, либо там пищу любую, либо фарш, либо мясо. Да, ну, не важно. И решила целую кастрюлю как лет нажарить. Потом как присядет, да, как затолкает в одно рыло. И, как Юлька любит говорить, мордой в подушку. Ничего, говорит, не хочется делать. Вот ничего не хочется. Вообще ничего не надо делать, как бы не буду, типа, делать, вот. Ну, а потом говорит, ну, шо, шо, выходные дни? Ну, какие они выходные дни? Ну, типа, уборка, да, все в уборке. Выходные дни, значит, в уборке. Делать ей ничего не хочется, но дни в уборке, а делать надо. А, да, вот шла и смотрела на свои окна, а они самые грязные. А шо ж ты такая чистюля? И орешь, шо посуда жирная, плохо вымытая, а у такой чистюли самые грязные окна. Шо ж ты такая чистюля не помоет-то окна? А потому что этой чистюли и сил нет, похоже, мыть окна. Потому что попробуй подними руку, которая весит килограмм пятьдесят, чтобы помыть окно. Кошмар, ребят, вообще не представляю. Я вообще не представляю, как можно вот такими быть. И главное говорит, что, типа, ей, чтобы отойти, там, шо она сказала, надо время или что? Типа, она не злая, да? Знаете, по поводу злости, так это может только самый отвратительный, поганый и желчный человек даже, даже ради хайпа обсуждать сестру, мразотой её называть, мерзкой, якобы неряхой, у которой обувь там не так стоит, которая посуду плохо моет. Да даже ради хайпа. Как можно так? Как можно так? Хотя шо говорить, у неё и парикмахеры-мразоты, у неё все кругом, все кругом, она всех обзовёт, да. А больше всего я всегда буду вспоминать о том, как она сделала всех моих детей инвалидами. Ну, не сделала, а обозвала. Хотя все мои дети здоровы, ни у кого, ни у кого из троих нет инвалидности. Ну, особенно со здоровьем есть у каждого человека. У каждого нет ни одного абсолютно здорового человека. Так что, знаете, вот такие вот люди, которые касаются детей, вот это самые настоящие мрази. Ну, я думаю, что, ребят, здесь злость у неё закипает не только из-за Лариски, а то, что скоро придётся ей действительно на работу выходить, зарабатывать на себя. Ну, или домой. Правда, куда домой? Вопрос. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok